Здравствуйте! В эфире программа «Политическая линия фронта». Сегодня с нами в эфире директор Украинского института анализа и менеджмента политики Бортник Руслан. Здравствуйте, Руслан! Приветствую! Руслан, итак, встреча контактной трехсторонней группы в Минске. Чего нам стоит от нее ожидать? Я думаю, что вряд ли стоит ожидать каких-то больших прорывов, но эти встречи важны, потому что работает и контактная группа, работают и три соответствующие подгруппы, где нарабатываются какие-то варианты выхода из той ситуации, которая возникла у нас на Востоке. В любом случае, продолжение этого диалога нас сохраняет то зыбкое перемирие, которое существует на Донбассе. Работает как упреждающий механизм от эскалации, большой эскалации. Мы видели, когда началась ситуация вокруг Марьинки, как достаточно быстро эта контактная подгруппа и международные гаранты смогли погасить эту ситуацию на Большом фронте. Но пока что мне кажется, что каких-то договоренностей не стоит ожидать. Поскольку дедлайн еще далеко, а минские соглашения рассчитаны на реализацию до конца года, до 1 января 2016 года еще далеко. И стороны на сегодня пытаются, мне кажется, повысить свои какие-то шансы, повысить свои просьбы, играют на повышение этих ставок регулярно и не очень стремятся пока что каким-то образом договариваться. Руслан, вы упомянули о перемирии, но обстрел из крупнокалиберного оружия в сторону Украины я бы не назвал перемирием. Да, конечно, и люди гибнут, и солдаты гибнут наши. Но дело в том, что что с чем сравнивать. Если сравнить эскалацию и сравнить боевые действия, которые развернулись, например, в конце февраля, вокруг Дебальцева и на других участках фронта, то сегодня можно говорить все-таки о таком теплом, но перемирии. Да, обстрелы взаимные продолжаются, конфликтность сохраняется, очень активно работают диверсионно-разведывательные группы, но все же это не война, которую мы имели в феврале, и это не близко к войне, которую мы имели в августе или в сентябре прошлого года. Верите ли вы в процесс переговоров, что именно через переговоры можно будет этот конфликт разрешить? Очень хороший вопрос. Другого пути просто нет. В военном плане любая украинская победа будет заканчиваться просто еще более усиленной работой военторга. Еще больше танков российских зайдет, артиллерийские системы авиации на эту территорию. В политическом плане, к сожалению, кроме нашей армии, перефразируя известное высказывание, у нас практически нет союзников. То есть на помощь нам рассчитывать не приходится? Приходится, если наступит критический момент, то максимум, что сделает, по моему мнению, НАТО или США, они усилят оборону своих баз или будут рыть рвы на границе Польши и Украины. И даже та политическая помощь, которая звучит нам, заявление в нашу поддержку, они все равно достаточно ограничены. Вы посмотрите, где пропала тема Крыма, например. Где тема Крыма в последних заявлениях? Ее практически нет. Почему ее нет? Потому что мне кажется, что Крым уже стал таким абсолютно легальным для многих сторон объектом торгов в диалоге с Россией и Крымом торгуют. И, соответственно, они делают каких-либо резких заявлений, которые... А то есть торгуют? Вы хотите сказать, что его уже проторговали или как торгуют? Еще им торгуют, требуя в обмен на частичное признание или хотя бы в обмен на то, что тему Крыма не будут поднимать. Требуя каких-то уступок со стороны России в других направлениях. А этих направлений, кроме Украины, тоже хватает. Если мы посмотрим, что сегодня происходит, например, в той же Сирии или в Афганистане, мне кажется, что там достигнут определенный консенсус между Россией и Соединенными Штатами Америки. И вот в последние дни Украины это мало освещается. Это сирийская армия, очень активно координируя свои боевые действия с авиацией НАТО, с авиацией США, перешла в контрнаступление в Сирии против ЕГЭЛа. То есть есть стороны, есть точки, где найден консенсус. Есть очевидный консенсус, который Россия нашла с Саудовской Аравией в последнее время. Тот же контракт огромный, оружейный, который заключили 10 миллиардов долларов инвестиций. То есть мир очень многогранен. И Украина, нынешний украинский конфликт, только, к сожалению, одна из граней в этой ситуации. Поэтому нам нужно рассчитывать только на свои силы. Как Вы считаете, что для мирового сообщества более важно? Территориальная целостность Украины и безопасность в Европе? Или же противостояние в Азии с ИГИЛом? Смотря в какой части сообщества этого говорить. Я думаю, что если говорить, например, о США, то для них все-таки более важно. Если будет или-или, то противостояние с ИГИЛом более важно. Потому что ИГИЛ угрожает ключевым нефтегазовым интересам США в Ираке, в Ливии, во всем регионе. То же самое касается Саудовской Аравии. Если говорить о Европе, все-таки, наверное, украинская тема для Европы важнее. Но самое важное для Европы это благосостояние. Уровень жизни бюргеров в Германии, людей во Франции или в других государствах. А противостояние с Россией негативно отображается на этом благосостоянии. Контрсанкции тоже негативно бьют по экономике Европы. И более того, мы видим, что вокруг ситуация Греции, в Греции заставляет Европу все-таки концентрировать внимание на внутриевропейских проблемах. И Европа становится, практически всех последних 20 или 30 лет, Европа становится все более слабым и слабым и слабым геополитическим игроком. По сравнению с США, по сравнению с Россией, по сравнению с Китаем. Как вы думаете, кто получает больше выгоды от того, что Европа становится более слабым? Россия или же США? Я думаю, что в конечном результате, скорее всего, больше выгоды получает Китай, который остается вне конфликта. И Россия, и США, и Европа все теряют в этом конфликте. Я молчу об Украине, мы главные, кто потеряли в этом конфликте. Но все стороны этого конфликта теряют. В то же время Китай продолжает зарабатывать, наращивать свое присутствие на европейских рынках, на американских рынках, на российских рынках. Фактически полуоккупировав Дальний Восток, фактически становясь едва ли не монополистом потребления энергетических ресурсов российских. Соответственно, и получая инструмент прямого влияния на российскую политику. То есть выигрывает напрямую в какой-то длинной перспективе, в перспективе 5-70 лет, безусловно, Китай. Вы говорите, что этот конфликт насколько велик, что можно говорить о 50-70 годах? О 50-70 годах. О 50-70 годах. О 50-70 годах. Что ж, вы подчеркнули такие вещи, которые нужно обговорить, но все-таки вернемся к Донбассу. Бывший глава Донецкой области, генерал армии Александр Кихтенко, не исключает наступление российско-террористических войск на востоке Украины, поскольку идет усиление войск противника. Как вы оцениваете обстановку на Донбассе с войсками? Ну, главная линия фронта, используя терминологию нашей передачи, сегодня идет внутри страны. То есть внутренняя дестабилизация. Причем я не склонен обвинять всех протестующих, безусловно, в том, что они агенты ФСБ или ПЭД доигрывают России. Но просто фон такой внутри страны создается, такой уровень жизни людей, что люди готовы протестовать. И вся социология демонстрирует на сегодня, что от 15 до 50% населения готовы выходить на митинги и протесты. Не хватает только лидеров и медийной поддержки. Но если говорить конкретно о Донбассе, я думаю, что если мы до конца года не найдем какого-то эффективного инструмента диалога и не выработаем реальной карты разрешения этого конфликта, политической реинтеграции этих территорий, нас обязательно ожидает эскалация этого конфликта. А как вы считаете, нужно ли вести диалог с террористами? С террористами нет, с сепаратистами нужно, потому что эти сепаратисты, а там основная масса это сепаратисты, то есть это граждане Украины. Я думаю, что основная масса уже это российские войска. Сложно мне говорить, судя по тем сводкам, которые публикуют наше Министерство обороны, Служба безопасности Украины, под этим задержанным, пленным, основная часть воюющих, это все-таки местное население. То есть это же признают и международные организации, тоже BBC, то есть много-много. Все-таки это местное население, почему оно-то, под влиянием какой пропаганды, это другой вопрос. Но все-таки 3,5 миллиона населения, которые там проживают на этих территориях, они нуждаются в таком диалоге. Тем более далеко не все пророссийские. В диалоге в каком? Политическом, экономическом? И в политическом, экономическом, социальном, культурном. То есть вы хотите сказать, что Украине стоит поставлять туда электрику, воду и все остальное? Продавать, безусловно. Продавать стоит. Смотрите, что происходит с этой блокадой Донбасса. Это, я считаю, вообще абсолютно глупейшая и антигосударственная вещь. Мы отказываемся от рынка 3-3,5 миллиона населения. И понятно, что люди там станут жить и хуже, но они не станут голодать. Россия их всем обеспечит. Российский производитель поставит и продаст там свои товары. А кто обеспечит наших голодных безработных, которые станут безработными, потеряв этот рынок? Это один вопрос. Второй вопрос. Прерывая эти связи, мы просто выталкиваем эти территории в руки России. Они сейчас зависят в военном плане и в политическом плане. Но они становятся более зависимы в экономическом плане, в культурном плане. Даже те люди, которые проукраинские настроены на этих территориях, или не просто ненавидят сепаратистов. Они могут не проукраинские настроены, по-донбасски настроены, скажем так. Они начинают хуже относиться к Украине, потому что они не понимают логики этих действий. Почему нельзя продавать товары? Ну, я думаю, они продаются, но только по другим, конечно же, ценам. Продаются по другим ценам, дороже. Я знаю, что поток контрабанды полным ходом идет, только не через линию противостояния, а через территорию Харьковской области, Сумской, заезжая на территорию России, и заезжая, украинские товары вот такой путь проделают. Киев, условно говоря, Харьков, Белгород, Донецк. Недавно появился такой план Суркова, который говорит о том, что нужно вернуть оккупированные районы Донбасса Киеву, предоставив им права между федеративными и конфедеративными, повесить это на их шею, чтобы Донбасс стал рычагом влияния Москвы. Через эти земли с отдельными расширенными правами Кремль будет диктовать Украине ее внешнюю и внутреннюю политику. Как вы думаете, пойдет ли на это Киев и может быть на часть, может быть на все? Женя, это очень хороший вопрос. Мы мало изучаем эту политику. И вот для примера, так называемый ДНР и ЛНР предложили у нас несколько недель назад свое видение изменения Конституции Украины. Мы их не обсуждаем. Хотя текст обнародован, он отправлен в сторону Украины. Это в принципе соответствует предложению Минским соглашениям, как начало диалога. Действительно, в этом тексте этих конституционных изменений отображены те тезисы, которые вы назвали. Они фактически предлагают нам конфедеративную модель устройства, где своя автономная система власти, свои правоохранительные органы, суды, прокуратура, своя автономная избирательная система, право заключения международных договоров, понятно, с кем этот договор сразу будет заключен, право объединять общины в большие объединения, то есть вопрос Новороссии никуда не делся, на самом деле, под другим названием. Весь этот план есть. И, конечно, Украине, я думаю, что это один из возможных планов Москвы, потому что Москва никогда не играет в одну сторону. На Москве всегда есть выбор. То есть это хитрая такая азиатская политика, которой сотни лет. У них всегда есть А, Б, С, Д, В и весь алфавит этих планов. И это один из планов, один из вариантов, который действительно может быть разыгран в Украине. И, мне кажется, переиграть мы его только можем способом Майкидо. Мы можем принять этот план и вывернуть его в свою сторону. То есть мы можем принять эти территории, давим какие-то дополнительные права, но, безусловно, обеспечив полный правоохранительный, судебный, правовой контроль. И восстановление украинского флага на этих территориях. Если мы не будем делать такое айкидо, то есть мы будем просто отказываться от таких предложений, мы потеряем поддержку западных партнеров. В Германии и Франции этого не поймут. Для Германии и Франции, для большинства наших партнеров, вопрос автономии Донбасса, вопрос фактически решенный. То есть весь диалог... То есть вы хотите сказать, что они уже настаивают на том, чтобы... Они настаивают. И есть заявления и немецких политиков, и итальянского министра иностранных дел. То есть они считают... Весь диалог сейчас только состоит в том, насколько глубокой будет эта автономия. Насколько мы уступим. Насколько мы дадим получить больше прав сепаратистам на этих территориях. Но та или иная форма автономии, она закреплена и в Минских соглашениях. Ну, торговать чужим легче, чем своим. Да, особенно... Согласен с вами, болезненно это воспринимается сейчас очень. Но дело в том, что де-факто мы не контролируем эти территории. Де-факто в процессе этих торгов мы что-то получим, того, чего мы сейчас не имеем. И в ближайшей обозримой перспективе. Мы имеем не только факт неконтроля этих территорий, огромных территорий. Территория, которая сейчас контролирует ДНР, ЛНР, она больше территории Голландии, Израиля. Для понимания, это европейское государство по большому счету. 3-3,5 миллиона населения. Но мы имеем еще и отчаг напряжения, который будет, даже если мы не примем этот план, условно говоря, через этот отчаг напряжения регулярно в моменты слабости украинского государства, например, в момент политических конфликтов внутри, в Киеве, эти территории будут прорываться нарывами, будут скалироваться боевые действия, будут искаться способы потолкнуть Украину к краю пропасти, создать новое Дебальцево, Иловайск, то есть создать военное поражение, которое может стать причиной политического конфликта и политической дестабилизации в Украине. И пока мы не решим этот вопрос, и даже понимают при этом, что с той стороны тоже не глупые люди сидят. Они чудесно понимают, что если наша тактика будет чистое замораживание и непринятие этих территорий, значит, нас просто ожидает очередная эскалация. Они будут пытаться сделать Украине военные поражения, хотя бы локальные, которые сменят правительство, которые вызовут внутреннюю дестабилизацию, которые потолкнет Украину к краю пропасти. Руслан, мы прервемся на маленькую паузу и продолжим программу после нее. Саудовский фонд ПИФ намерен осуществить инвестиции в инфраструктуру, так как вы уже сказали, сельское хозяйство, медицину, логистику, ритейл, на общую сумму 10 миллиардов долларов. Но с чего такая щедрость? И разве Россия находится именно в том состоянии, когда в нее нужно инвестировать? Понимаете, Саудовская Аравия это такая особенная страна, где до сих пор казнят за ведьмовство, и которая по большому счету пытается не вмешиваться ни в чьи внутренние дела, и не хочет, чтобы кто-то совал в нос свои внутренние дела. Для которой система государственного управления, система права, система прав человека совсем имеют другую форму и другие ипостаси, нежели для нас привычные, для европейской модели привычные. Я на самом деле думаю, что вот эти инвестиции, это часть того политического обмена, который возник вокруг поддержкой Ирана и России повстанцев-хуситов. Россия отказалась от поддержки повстанцев-хуситов на территории соседних государств, на территории Саудовской Аравии, причем сделала это публично. Я думаю, что вот эта часть вот просто такого... Это часть торга. Часть торга. Это было сделано в обмен на деньги, и это было сделано в обмен на военные контракты, возможно, это было сделано в обмен на какие-то позиции Саудовской Аравии в сирийском конфликте. Руслан Сбигнев-Близежинский в интервью заявил, что Украина должна получить свободу, выбирать свою политическую идентичность, политическую философию и воплощать их через тесные связи с Европой. Но в то же время России надо предоставить серьезные гарантии, что Украина не будет членом НАТО. Я все еще думаю, что есть и должна быть эта форма решения кризиса, подытожил он. Вы поддерживаете его? Ну, понимаете, это такой вот тоже один из вариантов, который называется в европейской политике финляндизация Украины. Такой вариант рассматривается после окончания Второй мировой войны. Советский Союз вообще собирался оккупировать Финляндию, с которой начиналась эта Вторая мировая война. Но с западными политиками удалось достичь понимания, что Финляндия не становится членом НАТО. Она открывает свои рынки, свою экономику для Советского Союза, но сохраняет свою независимость, сохраняет свою правовую демократическую систему. Вот такой вариант сейчас очень активно обсуждается на Западе. Предоставление России гарантий отсутствия перспектив присоединения к Европейскому Союзу страны Украины. К НАТО или к ЕС? К ЕС. И отсутствие любых перспектив вступления в НАТО. То есть отсутствие любых перспектив евро- и евроатлантической интеграции. И открытие учета российских интересов, новом соглашении об ассоциации. Таким образом, открытие или сохранение российского влияния на украинскую экономику. Такой вариант обсуждается, но такой вариант, я считаю, пока что нереальным. Такой вариант был возможен до начала кризиса, до начала войны, до крымской ситуации. В нынешней ситуации, во-первых, на такой вариант не согласится сама Украина. И любое правительство, которое согласится на такой вариант, оно будет достаточно быстро дестабилизировано и свергнуто в Украине. Во-вторых, я боюсь, что на такой вариант не согласятся даже и сепаратисты на Востоке, которые тоже убили много людей. И с их стороны много людей погибло, пролезло много крови. И поэтому это решение финализации, оно ничем не закреплено. Это договоренности, по большому счету. Его нельзя ничем закрепить, понимаете? И стороны, которые пролили кровь, они требуют какого-то формального закрепления. Поэтому финляндский вариант нам не подходит сегодня. По поводу НАТО. Йенс Столтенберг, занимающий пост генерального секретаря НАТО, в интервью заявил, что несмотря на протест России, Украина имеет все шансы стать членом НАТО. Кроме того, по словам Столтенберга, заявка будет рассмотрена вне зависимости от мнения других государств. Вы поддерживаете его мнение? Да, конечно, Украина имеет право. Мы с вами тоже можем... Браво, а шансы? А шансов никаких на данный момент. НАТО, 27 стран, которые должны консенсусом, каждая из них стать... 28. 28 стран, которые консенсусом должны проголосовать за это решение. Даже в Европе не найдется такого консенсуса. То есть я уверен, что многие страны НАТО, даже такие большие, как Германия, не факт, что они согласуют такое решение, именно с той точки зрения, что страна находится в ситуации боевых действий, и немецкие бюргеры, или венгерские граждане, или итальянские, не захотят просто иметь такие риски участия в боевых действиях с ядерным государством Россия. Кроме того, надо помнить, что по правилам НАТО, в НАТО не принимают страны с нерешенными территориальными спорами. Более того, у нас есть пример Грузии, такой свежий, где страна, которая практически выполнила все стандарты НАТО, достигла их и все условия выполнены, не является страной НАТО из-за вот этих политических причин. То есть все разговоры, которые сейчас ведутся про НАТО, про возможное вступление... На данный момент это больше политического пиара, больше какой-то марквинки далеко в будущем, но это нереальная постановка вопроса. В России ужесточили обвинения против летчицы Савченко. Теперь ее обвиняют уже в убийстве. Какая цель данного цирка? Да, тоже непросто на это ответить. На самом деле цель, мне кажется, это пиар-цель, целью этого процесса является попытка запугать украинских военных, запугать украинских гражданских активистов, запугать многих украинских политических активистов. В том плане, что против многих из них в России возбуждены уголовные дела. Начиная от руководства наших генерального штаба, бригад, правого сектора, заканчивая многих журналистов за разжигание, политологов, для примера, от того же Юрия Романенко возбуждено уголовное дело. И мне кажется, это попытка на примере Савченко устроить показательную порку для того, чтобы продемонстрировать, что в любой момент такого человека, он может просто пропасть на территории Украины и оказаться на территории России и оказаться за решеткой, быть осужденным в таких делах. Это форма давления на украинскую элиту. Прежде всего, и второе, я не исключаю, что на сегодня Надежда Савченко знает уже слишком много, чтобы ее можно было отпустить. Почему за человека, у которого есть иммунитет, не борется Европа? Не совсем так здесь. Иммунитет человека появился после задержания. И мы видим, что Европа считает этот иммунитет, статус депутата со стороны Надежды Савченко, считается все-таки манипулятивным инструментом, который пытается применить Украина. Европа не готова бороться за Савченко, жертвуя более общим вопросом, более тяжелым мирного регулирования. Для Европы сейчас Минск-2 это просто фетиш, от которого они не готовы отступать. Они готовы уступать интересам Украины, они готовы уступать своими интересами. Своими даже? Даже своими интересами уступать. Они это постоянно демонстрируют, на самом деле. Но я вижу только интересами Украины. Интересами Украины больше. Но Европа в то же время уступает и многими своими интересами, и российское экономическое присутствие только усиливается в Европе. Российские энергоносители не уменьшаются, их потребление в Европе. То есть Европа готова уступать этим интересам. Европа не отреагировала адекватно на решение суда по ЮКОСу. Нету ареста российских активов. Начали и остановились. Более того, пошел обратный откат. Европа готова уступать, потому что Европа, в отличие от Украины, России, или Соединенных Штатов Америки, это достаточно аморфное образование, которое очень держится на тонкой грани политической и социальной поддержки. Эту грань очень легко сломать в любой момент. И ситуации в Греции, ситуации в Италии, Португалии, раньше на Кипре демонстрируют, даже во Франции, что правые и левые радикалы, которые часто поддерживаются Москвой, они очень активно пользуются этим слабым балансом, пытаются сломать власть. Поэтому Европа аморфна не способна вообще проводить какую-то целенаправленную, жесткую политику, вообще не способна проводить. И поэтому Европа будет уступать ради только того, чтобы не было войны на Востоке, ради только того, чтобы Европе не пришлось решать более серьезные, больше большие проблемы. Ну что ж, если она сегодня готова уступать меньшим, значит завтра будет готова уступить и большим. И на этой не очень позитивной ноте наша программа подошла к концу. Напоминаю, с нами был директор Украинского института анализа и менеджмента политики Бортник Руслан. Руслан, спасибо, что были с нами. Спасибо вам.